суд оправдал полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы вот что я говорю помните я говорил начнется с того что у нее у этой дознавательницы папа очень крутой там все будут сочувствовать переживать потом тихо намекнут скажет папа ты лучше было чтобы забрали дело там все спустить на тормозах успокоиться потом будут нервничать потом будут уже угрожать и потом все равно все закроет как оно и получилось росгвардия объяснил почему собру убил подозреваемых в краже обоев екатеринбурге очень долго они все это объясняют представляете того убили первого числа все объясняют я уж думал что про него забыли знаете как объяснили почему они убили он размахивал ножом поливал их из баллончика и прицеливался в них из страйкбольного больного автомата серьезно это официально он размахивал ножом я не знаю наверное в левой руке поливал их из баллончика и прицеливался и страйкбольного автомата возможно был шивой еще две руки с автоматом смех смехом а чувака привалили просто убили в якутии суд решил принудительно госпитализировать шамана александра габашева который прошлом году шел в москву это вчерашний уже фактически новость мне просто сегодня напомнить ты вчера говорил говорил а по сути не сказал что же там случилось что суд абсолютно незаконно решил принудительно госпитализировать шамана по просьбе вот этого псих неврологического диспансера я хочу повторить то что говорил вчера на мой взгляд врачи которые здорового человека признают больным сами психически больны и все врачи которые признали здоровых людей в период путинщины больными будут потом отбывать психушки пожизненно ибо я считаю я думаю вы со мной согласны что это сумасшедший что здоровый психически психиатр не может признать здорового человека больным специально сознательно играть а раз он признал этот психиатр значит его самое место психушки пожизненно его надо лечить